Повышение температуры на прошедшей неделе обернулось для жителей округа не только обвалами снега с крыш, но и обильными снегопадами. По словам синоптиков, для марта погода вполне привычная, к тому же количество осадков ниже нормы. Но несмотря на это, коммунальщики не справляются с уборкой снега. Сегодня в снежном плену оказались жители сразу нескольких микрорайонов города. Почистив проезжую часть, чистый город буквально завалил снегом подъездные пути к домам жильцов улицы Российская в старом аэропорту. Есть жалобы на уборку дороги у жителей поселка Сахалин. Об этом они рассказали нашей съемочной группе, которая проехала по улицам Наринмара. Можно, конечно, заехать, но я там все оторву. Так что я пытаться не буду заезжать. Ну а раньше вы, получается, сами чистили? Сами чистили, да. Ну было такое, что вот грейдер идет у них, и сзади идет на кодор. Они сразу вот чистят, эти убирают бровки, чтобы людям можно было заехать. Это же не только у меня, это по всей этой улице, по российской. Сегодня Василий Филиппов оставил машину прямо на проезжей части. Заехать во двор мешают снежные бровки. Это длинные сугробы, которые остаются после некачественной уборки улиц. Они частенько вот переезжают как-то вот, и бровка вот наставляется. В белье приходится самим взять лопату и убирать. Снег тяжелый, камни, тонн пять. Так что вот эти натурары тоже как-то вон. Раньше их вроде хорошо чистили, сейчас что-то стало на похуже. А вот сосед Василия, который живет напротив, все-таки рискнул и проехал сквозь сугробы на легковом автомобиле. Житель поселка Сахалин чистит подъезд к дому самостоятельно. С помощью снегоуборщика можно справиться с сугробами за короткое время. После обильных снегопадов коммунальные службы приезжают не сразу, а спустя несколько дней. У нас как будто у нас ни машин нету, ничего. То вычислить заезд, вообще невозможно заезжать. А по тротуару нельзя ездить. А штрафуют. Я говорю, на совхоз постоянно чистят. А мы как будто тут у нас ни машин нету, ни людей нету, ничего. А деньги платим регулярно. В чистом городе, который отвечает за чистоту городских и дворовых территорий, о проблеме некачественной уборки знают. По словам коммунальщиков, эти неудобства временные. Когда идут метели почти каждый день, это просто физически невозможно сделать. Здесь мы просто просим жителей понять. Возможно, что и на следующий день своевременная уборка этого вала не будет осуществлена. Потому что здесь, к сожалению, для жителей частного сектора, мы в первую очередь внимание должны обратить на автомагистраль. Сегодня в ведении чистого города 46 километров автодорог, плюс дворовые территории и проезды в частном секторе. В первую очередь технику задействуют на дорогах с большим транспортным потоком и автобусных маршрутах. Такая приоритетность позволит избежать транспортного коллапса. Когда главные артерии расчищены, техника направляется на повторную уборку улиц. Удаляются снежные бровки, вывозится снег. Тогда же появляется возможность очистить дворовые территории и частный сектор. По всем вопросам в части уборки снега сотрудники чистого города просят обращаться в диспетчерскую службу. Тем более, что обильные осадки ожидаются вплоть до 20 марта. Антициклон сформировался над Скандинавией, и он идет к нам со снегом, с метелями. Этот циклон подошел, и он где-то продерживается до 9 марта. Но на смену ему идет уже новый циклон. И вот тот циклон нам несет еще больше ветров, снега и метелей. Кроме обильных снегопадов, синоптики прогнозируют снижение температуры. Днем столбик термометра будет опускаться до минус 10 градусов по Цельсию, ночью – до минус 15. В целом, метеорологи оценивают сложившиеся погодные условия как нетипичные, но вполне предсказуемые для условий Крайнего Севера.